ОПЕК ПЛЮС Здравствуй, Жалгаз. В Ливии вновь вспыхнули протесты. Люди вышли на улицы из-за отказа премьер-министра Абделя Хамидат Бейбы уйти в отставку. Недовольные политикой нынешней власти представляют угрозу для срыва нефтяного производства. Сейчас в стране остановлена добыча нефтя на месторождении Эль-Хиль мощностью 70 тысяч баррелей в сутки. Протестующие проникли на территорию рабочего сектора Ливии. В результате отгрузка сырья на экспорт прекратилась. Добавлю, что производство нефти в Ливии составляет около 1 миллиона 200 тысяч баррелей в сутки. Тем временем крупный нефтяной игрок, Ирак, не вхожий в сделку ОПЕК Плюс заявил, что подвергся давлению с целью увеличить нефтедобычу. Как заявил министр нефтяной промышленности Ирака Александр Абдулджабан. Об этом их просят страны, также не входящие в картель. Он не уточнил от кого исходило давление, но добавил, что ОПЕК привержена обеспечению поставок нефти в объены, необходимым для компенсации любого дефицита. Ранее в попытке сократить потребление российской нефти, Евросоюз попросил страны ОПЕК добывать больше сырья, используя свои незадействованные мощности. В ответ генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сказал, что картель не сможет возместить российские баррели. Теперь о России и Саудовской Аравии, крупнейших экспортерах нефти и влиятельных членах ОПЕК Плюс. Владимир Путин и наследный принц Мухаммед Бан Сальман провели телефонные переговоры в минувшие выходные. Как сообщили в Кремле, лидеры двух стран дали положительную оценку совместной работе в рамках нефтяной сделки ОПЕК Плюс. Ранее на этой неделе нефтяной картель сообщил, что имеющиеся и будущие санкции против России могут привести к наихудшей ситуации с поставками сырья на мировой рынок. Жалбас.